В Елабуге открылся шестой международный фестиваль учителей. Очередной раз на площадке Казанского федерального университета собрались сотни работников школ. Ректора КФУ Ильшата Гафорова встречали будущие первоклассники. И это не случайно, ведь именно ради качественного образования детей учителя со всей России и мира собираются вместе. Ильшат Гафоров вручил ранцы с подарками будущим первоклассникам. Некоторым из них удалось обзавестись уникальным дневником с пожеланиями и автографами самого ректора и министра образования Татарстана Энгеля Фатахова. Самое главное, будьте здоровы, радуйтесь своими успехами, прежде всего своих родителей, близких и будьте счастливы. Успехов вам, удачи, дай бог вам школа понравится. Для самих учителей фестиваль – это уже полюбившаяся площадка. Здесь они встречаются, знакомятся, обмениваются опытом и знаниями. Этот фестиваль – это действительно очень важная площадка, которая позволит обменяться идеями, новинками людям из разных регионов и даже из разных республик или стран. Поэтому считаем, что это очень важное дело. Надеемся, что фестиваль будет развиваться и продолжать свою работу. Такие мероприятия дают возможность познакомиться с большим количеством других учителей, узнать, чем они дышат, как они работают, обменяться каким-то опытом и, естественно, контактами. Мы сегодня здесь говорим не только о том, как по-новому преподавать физику, хотя это тоже очень важно, но мы учим, как правильно работать с трудными детьми, как вести профилактику суицидов, как работать с родителями. Это такие общечеловеческие темы, на которые говорить каждый день можно и много. И вот эта дискуссия, которая возникает, вот этот формат дискуссии и общения, он очень привлекательный. Они не просто слушатели, понимаете, они вовлечены во весь этот процесс. Елабужский институт КФУ собирает учителей не только со всего Татарстана. Фестиваль объединяет специалистов по всей России и даже мира. Мы прилетели сюда, чтобы участвовать на этом международном школьном учительском фестивале. И самым первым моментом нам здесь очень понравилось – это теплота. Всегда хочется в начале года подпитаться вот этой энергией, добра, любви к своей профессии. И вот это меня интересует, поэтому я на приглашение ответила согласие и приехала. Участников порадовала и сама церемония открытия. Организаторы преподнесли немало сюрпризов в виде концертных номеров. Перед учителями выступила участница шоу «Голос дети» Саиды Мухамедзянова. День открытия фестиваля совпал с юбилеем Наиля Лаисова, который проработал в Елабужском институте более 50 лет. Ректор еще раз отметил, что КФУ является одним из основных вузов страны, который готовит лучших учителей республики. Нефтяники могут гордиться тем, что они пополняют бюджет республики. Любые производители с тем, что они выпускают хорошие машины или плохой товар, все зависит от их производства. Но учитель всегда гордится своими талантливыми учениками. И поэтому я хочу сказать еще раз с этой сцены, что где бы мы ни были, по крайней мере на территории Привозского округа, всегда люди с теплотой вспоминают наш Елабужский педагогический институт и вспоминают, конечно же, его коллектив, его руководители. В рамках фестиваля состоялась и церемония награждения учителей в конкурсе «Педагог-мастер». Всего в этом году в Татарстане собрались более 500 участников. И не случайно, что именно Елабужский институт стал площадкой проведения масштабного съезда учителей. Именно здесь идет прямой диалог чиновников с обычными работниками системы образования. Это площадка, где идет взаимный обмен между практиками, между учеными, между различного уровня чиновниками, которые несут ответственность за эту систему. И это возможность пообщаться лицом к лицу с теми людьми, которые каждый день с утра до вечера находятся в школе и формируют для нас будущее поколение. Впервые мы в этом году сейчас будем проводить королевый стол. Мы хотим услышать от простых учителей, какие вопросы их волнуют, какие у нас еще не решены проблемы. Исходя из этого, мы каждый год обогащаем содержание этой площадки, этого фестиваля. В том, что фестиваль может повлиять на систему образования, уверен и модератор из США Мурат Чешанов. Он открыто говорит, что проведение подобных событий вселяет надежду в успешное будущее российского образования. Здесь ведется очень заинтересованный и достаточно содержательный диалог. И не только диалог на уровне обмена мнений, обмена опытом. У участников фестиваля появляется такое общее положительное энергетическое поле о том, что образование, область важная. В образовании не все потеряно, когда есть такой формат и когда есть такая заинтересованность. Сам фестиваль, конечно же, насыщен и мастер-классами. Это одна из немногих площадок, где обычные учителя могут получить дельные советы от зарубежных коллег. Даже геополитические проблемы не помешали приехать преподавателю из Украины Виктории Овсянниковой. Практически 20 лет она проработала здесь, еще в Елабужском институте. И нынешнее его состояние в хорошем смысле шокирует преподавателя. Я вообще не узнаю университет, филиал, как сказать. Вот это родные стены, здесь все, я смотрю, отремонтировано, все сияет, есть много нового. Вот, и главная встреча. И такая масштабная встреча учителей, конечно же, не последняя. Фестиваль с каждым годом набирает обороты и не исключено, что количество участников в ближайшем будущем станет больше. Альбина Минибаева, Максим Матвеев, Универньюз.